Доброй ночи, дорогие друзья! Друзья, заключительную летнюю русскую кибернетику на рубеже августа и сентября мы начинаем вместе с лейблом Sunstate и композицией ChaosMax Unfold. С вами Евгений Свалов, Формал, в ближайшее время присоединится Александр Киреев. И сегодня мы послушаем действительно много новой музыки от артистов из России, стран СНГ, бывшего СССР, а также лейблов, действующих на этой территории. Продолжение следует... 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 Один из самых стильных, стилистически выдержанных лейблов на территории России, Сандрейс, который мы открыли для себя в этом году, представляет уже 14-й сингл в своем каталоге. Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok Игорь Техди представляет пластинку Untold Stories EP для российского прогрессив-флагмана Welcome Music. Сейчас мы будем слушать заглавную композицию — нерассказанная история. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Великолепный музыкант Андре Собота совершенно заслуженно пользуется популярностью у российских и восточноевропейских лейблов. Композиция Ground Level в ремиксе от Rokazero пополняет каталог Free Grand Music. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Мультяшные человечки с лейбла Cartoon People представляют композицию Stay. Над ней поработал Игорь Франк, и это несколько завершающих летних аккордов августа 2018. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Еще несколько минут летней беззаботности от Андрея Питкина и Александра Гекко. Трек называется Flying Emotion, и мы послушаем клубную вокальную версию. Добавил субтитры DimaTorzok 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 Евгений Беккер готовит нас к переменам с композицией Everything Changes Все меняется для Intricate Records Такой летний прогрессив, но уже с явными осенними нотками задумчивости Добавил субтитры DimaTorzok 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 Добавил субтитры DimaTorzok 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 A помнишь, как из дома мы сбежали тогда? Нас матери теряли у окна до утра Как под гитару выли и ловили тот миг Глотух свободы жизни, ты к ней так привык Нам корни не забыть и не надо грустить Попробуй эту вирус сквозь себя пропустить Сейчас все по-другому, но запомните дни Когда с тобою, братка, мы были детьми Даридон, Даридон, я приеду, но потом Даридон, Даридон, мое гетто под окном Даридон, Даридон, здесь мы все переживем Даридон, Даридон, до свидания, мой район Даридон, Даридон, я приеду, но потом Субтитры делал DimaTorzok Кирееву и Лаборатории Русской Кибернетики за классную премьеру этой недели. Тем временем мы движемся дальше и начинаем нашу наиболее информативную рубрику «Премикшер», в которой сегодня общаемся с уральским дуэтом Soul Divers. Это Андрей Учват и Сергей Сильвертон. У каждого из этих музыкантов за плечами солидный багаж опыта и продюсерской практики. Чем они нас удивили? Что совершенно нового придумали? Как объединились? Обо всем этом сегодня побеседуем. Добрый вечер, друзья. И мы отправляемся в путешествие по волнам ретро-синтетической музыки. Ничего нас не остановит в этой поездке прямо на закат в поисках приключений, либо же просто теплого бархатного моря. Создавать чуть ностальгическое настроение, играть на струнах наших душ, будут гости, с которыми мы хорошо знакомы по отдельности, а теперь сразу оба-два. Это екатеринбуржский продюсерский дуэт Андрей Учват и Сергей Сильвертон. Привет, ребята. Здравствуй, Саша. Саша, здравствуй. Ребята плотно интегрированы в нашу русско-кибернетическую повестку, как сказал бы мой коллега Евгений Свалов. Андрей Учват уже был в гостях микшера, а с трека Сергея Сильвертона «Remember» началась моя рубрика «Лаборатория», и это было 3 марта 2015 года, но мы уже в 2018. Как вам здесь, ребята, уютно в будущем? Ну, слушай, столько всего произошло за эти премия, и мы поменялись, и взгляды наши изменились, и планы, и цели, и даже стиль музыки теперь, с которым мы хотим работать дальше. Да-да-да, я думаю, что мы сейчас как раз об этом плотно поговорим, и я уверен, что сейчас тепло и уютно, как музыка, которая прорывается сквозь эфир, будет буквально всем слушателям. Мы полностью послушаем микс минут через 15, а сейчас несколько вопросов, ведь не каждый день поговоришь с теми, кто пишет музыку. Ребята, мы знаем, что вы серьезные продюсеры. Андрей постоянно в студии, а Сергей имеет даже вот кинематографический опыт, в том числе и для полного метра. И вот, два серьезных человека собираются и начинают производить вот такую мелодичную музыку, которая летает в сахарном облаке, вот эти все фиолетовые тона заката, бесконечная дорога в будущее, и все это вот с таким характерным ВХС-флером. Можно было бы ожидать от вас более андеграундного, прогрессивного звучания, либо больше коммерции. Друзья, зачем вам весь этот синти, ретро, вейв? Саш, а почему именно андеграундное звучание? Ну, потому что хочется услышать какой-то такой, может быть, протест против современного насилия, там, либо те... Майнстрим. Да, да. Как-то хочется либо налево свернуть, либо направо, а тут все сразу в космос. На самом деле, я с самого рождения, как-то так получилось, я воспитывался именно на музыке в театрах, то есть, Рокем Кипишмот, Сандра и все, что с этим связано. Может быть, это как-то в итоге повлияло на мой окончательный выбор музыки. Да и вообще, у меня достаточно давно была мечта создать живой коллектив, именно по-настоящему живой, в таком стиле. Попробовать вообще, что из этого получится, и как это будет звучать, только немножко в современной интерпретации. Сережа, а ты-то зачем подписался за это все? Ну, как сказать? Тут так вышло, Сергей всегда не стал создать такой коллектив, а я... У меня была такая цель чуть-чуть поменьше, я искал вокалист для своего, так скажем, сольного проекта. Ну, типа, что-то моноплея хотел создать. И однажды Сергею предложил, он говорит, давай сделаем что-то большее. Я в тот момент помню, мне так стало страшно. Дуэты, дуэты, это почти как семья, на краткий момент творчества, но все же такое происходит. И каждый из дуэтов, с которыми мы беседовали, имеет свой рецепт поддержания творческих взаимоотношений. Например, Magnetic Brothers, они полностью разделяют полномочия. Вам, как основателям и продюсерскому дуэту, на студии, на согласовании и креативе материала, как удается там не переругаться, слушать друг друга? А вот интересный вопрос. Еще более интересный будет ответ. Мы за все это время ни разу не ссорились. Может быть, потому что мы на одной волне. Может быть, потому что у нас какие-то общие интересы, общие цели. Или мы можем заглянуть в друг друга. Где-то мы находимся рядом. Но вот, не знаю, не было у нас никогда таких прям сим-конфликтов? Ты что можешь сказать? У нас были какие-то расконфликты? У нас, конечно, по мере движения нашего коллектива вперед, да, у нас там были конфликты с одним из участников. Но это как-то мы пережили, перебороли. И то есть все хорошо. Но смотрите, я имею в виду даже не в целом какие-то конфликты, прям конфликты, а творческий поиск. Один говорит, надо здесь сделать больше ударных. Или там, здесь надо больше синтезаторов. Что там, голосование или монетка? Ну, Саша, тут... Я вот на самом деле вообще Сереге очень доверяю в этом плане, потому что человек с таким багажом, столько опыта. Он просто более музыкален. Да, я могу там где-то поддержать. То есть, ну, вот такую больше, больше работы по музыке делает Сергей. А я как бы со своей стороны, я всегда готов выслушать, при том, что не только Андрея, но и всех наших участников. Любой человек может мне высказать мнение. И я, наоборот, открыто заявляю всем, что, ребята, говорите. Я обязательно выслушаю, обязательно приму. Если это будет хороший совет, если это будет на что-то стоящее, я всегда пойду на встречу. Пожалуй, я на следующих выборах проголосую за тебя. И вернемся как право. Договорим. И мне как раз Женя Свалов говорил, что в вашем проекте в экстремальном значении задействовано аж целых 9 человек. Друзья, зачем так много? И что можно сделать такого в девятером, чего нельзя сделать вдвоем и даже одному, если ты обставился синтезаторами? Ну, проект, он в первую очередь живой. И если это проект живой, то тут нужны ведь и живые музыканты, барабанщики, клавишники, гитаристы, вокалисты. Я даже представить не могу, как мы это вдвоем с Андреем делали. Как? Синтезаторы? Ногами играем на барабанах, руками на синтезаторе. Ну как, по дорожкам записали? Да, ну, опять же, вот по дорожкам записать, а нам все-таки хочется, чтобы он прям вживой был. Конечно, без сэмплинга сейчас очень сложно обойтись. Чем богаче музыка, тем сложнее ее воспроизводить. Здесь, конечно, возникает еще вопрос и коммутации, и транспортировки, и все эти сложности. Мы их пытаемся избегать. Я напоминаю, что в эфире русской кибернетики ток-шоу «При Микшер» у нас в гостях сразу два человека. Это Андрей Учеват и Сергей Сильвертон, а вместе екатеринбуржский продюсер ски-дуэт «Соул Дайверс». Друзья, все активно перерабатывают материал 80-х. Такое впечатление, что мы оказались на огромном музыкальном ресайклинг-заводе, и все пытаются стилизоваться. Но вот что интересно, как вы думаете, если бы вы со своим материалом попали бы на реальную дискотеку 80-х, смогли бы вы затесаться и сойти за своего среди всех этих арабесок от таванов? Что там было? Modern Talking, и что бы вас не вычислили? Ну, мне кажется, смогли бы. Но это было бы в каком-то смысле новым опытом для этих вещей. Знаете, например, у Кока-Колы есть некий такой секретный ингредиент, который превращает ее в Кока-Колу, да? Что и какой секретный ингредиент, когда ты его добавляешь в музыку, он превращает сразу же ее в фред-развучание? Есть какой-то такой секретный ингредиент? Там, не знаю... Есть, но это секрет. А-а-а, нет! Это, наверное, даже не ингредиент какого-то синтезатора или плагина. Мне кажется, это больше относится к какому-то внутреннему голосу, который ты слышишь, и ты его воспроизводишь в этих звуках. Именно он дает некий вот оттенок 80-го. А откуда вообще появился английский язык? Вы экспортно ориентированы? Да, английский язык, наверное, самый распространенный язык у нас на планете. Многие страны... Но мы же русские! Мы русские! Понятно, понятно. Но хочется вести такую музыку не только нашего народа, но и уйти чуть дальше. У нас как раз международная посылочка и рубрика «Музыкальная посылка», в которой наши гости общаются друг с другом, но через русскую кибернетику. И смысл таков, что вы отвечаете на вопрос предыдущего гостя и задаете волнующий вас вопрос следующему визитеру. А вопрос пришел из Одессы от украинского музыкального продюсера СиДжея и, кстати, коллекционера винила и фаната ретро-синтезаторов Евгения Розинского, он же СиДжей Плюс. И вопрос звучит следующим образом. Тенденции в звуке меняются. Например, в послевоенное время музыка очень веселая, позитивная, а когда все хорошо, то людям, наоборот, почему-то хочется слушать что-то более тяжелое, такое монотонное. Вот как думаете, какому звуку в будущем придет современная музыка и какая тенденция наблюдается? Хотелось бы услышать вашу аналитику. Ого! Да, вот так вот. Ну вот от себя я бы хотел сказать, вот мне хотелось, чтобы в будущем музыка, она всегда оставалась музыкой. Чтобы была мелодика, чтобы была какая-то история, чтобы была музыка приятная. Насчет тенденции. Тенденция может меняться быстро, буквально 2-3 года у нас популярно, ну, к примеру, там, «Прогрессив», потом редко это смеялся на, к примеру, «Драмм и бэйс», потом была «Техна» и «Кусы люди» меняются. Но все равно в каждом этом стиле можно было найти как хорошие треки, так и однотонные, да, треки, которые, ну, играют и играют. Чтобы было больше экспериментов, наверное, каких-то уникальных. Люди не должны бояться экспериментировать. Даже если это касается какого-то знакомого стиля. Всякий, к примеру, у нас, да, вот музыка 80-х. Но мы не стараемся полностью скопировать все ходы, все мотивы там оттуда. Опять же, для того, чтобы нас не сравнивали с пешмотом и все, что было оттуда. Мы за любую музыку, да, пусть лучший человек там, не знаю, музыкой занимается, чем у любой музыки. Это все равно процесс, это творчество, это хорошо. Чем по подъездам шляется. Да, чем по подъездам шляется. И, ну, главное развиваться в этом плане и не стоять на месте. Друзья, чтобы продолжить нашу цепочку, пожалуйста, задайте вопрос гостю нашей следующей программы. Если бы у вас была возможность наделить все человечество суперсилой, какой силой бы вы его наделили? Ого, ну и вопросик задам в лучшем виде и послушаем ответ на этот провокационный вопрос. И последняя рубрика это капсула времени. Друзья, если бы у вас была возможность отправить послание жителям 2068 года, через 50 лет, что бы вы им сказали? Вы все еще танцуете под диско, тогда мы идем к вам. Друзья, занимайтесь творчеством, любите друг друга. Оставайтесь верными себе и помните, что нет предела совершенства. И нам всегда есть к чему стремиться. На земле еще так много райских мест, в которых стоит побывать, и так много вещей, которые нужно увидеть, и еще больше чувств, которые стоит пережить. И из этих мелочей мы собираем себя. И именно это делает нас уникальными. Это было чудесно. Андрей и Сергей, спасибо за интересную беседу, и нам стало чуть понятнее про будущее и про прошлое. И мы готовимся буквально через минутку перейти в новый час, чтобы послушать вашу работу полностью. Спасибо вам большое. Спасибо тебе. Спасибо всем. Всего хорошего. Всего хорошего. Друзья, с удовольствием напомню, что на этом заканчивается только первый час национального клубного проекта «Русская кибернетика». И буквально через минуту мы начнем нашу специальную диджейскую часть, где уже без долгих разговоров будем слушать гостевой микс «Соул Дайверс». Не отлучайтесь надолго. Национальный клубный проект «Русская кибернетика». Десять лет в эфире. Юбилейный сезон. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова